Вчера заехали в отель уже вечером, где-то около часу ночи. Снимать уже сил не было. Ну вот, заселились в такой номер. Уже позавтракали сейчас. Из окна тут виды разные. Вот у нас вот такой во двор выходит. На какой-то офисник. Ну, это такой обычный, стандартный, компактный, сетевой. Вышли на улицу. Ну, пойдем гулять сегодня по Уфе. А, Холидеин. Не парк, а Холидеин. Находится рядом с торговой галереей или охотный ряд, как так называется. Тут у них основные кафешки, рестораны, торговые павильоны. Сегодня минус 22. Солнечно. Классная погода. Сейчас пойдем в сторону набережной, поищем какие-то достопримечательности. Парк Юлаеву. Потом отельчик еще изнутри поснимаю. Очень комфортно, хорошее. Завтрак шикарный, завтрак-завтрак сниму. Шведский стол входит в стоимость. Да, тут, наверное, летом-то вообще красиво. Хотя и зимой тоже симпатично. Мы оделись, вон Надка идет. Над. Такая вся. Тут театр оперы и балета. Вот здесь касса театра. Вот прям сразу рядом с... Да. Только попробуем. Рассказали не делать, значит, надо попробовать. И правда скользко. Так. Гала-концерт. Ну да, вот театр оперы и балета. Да, классно. Блин, красивая такая скульптура. Это фонтан, потому что он сейчас закрыт. Но летом, вот если посмотреть, вот здесь вот, вот он. Вот. Это просто закрыта крышкой, ну, чтобы не портилось зимой. Аккуратно, здесь правда скользко. Ой, мы вчера как заезжали, пытались сюда заехать. Это умора было. Я три круга вот здесь вот крутанулся. Раз, два, три. Уже, блин, ну, навигатор показывает. Ну, вот где-то тут. А вывески не видно из-за деревьев. Или мы устали очень после девяти часов дороги. Поэтому... В итоге пришлось машину поставить. Просто оставил и пошел пешком. По навигатору зашел, уже расспросил. Оказывается, надо здесь через шлагбаум заехать. Через любой, здесь пять входов. Ну, пошли вниз туда, в сторону речки. Потому что, и примерно я знаю, где что находится. Мы вообще экспромтом, мы не готовились. У нас с собой просто карта из отеля взята. Ну, так бесплатная, с рекламными всякими штуками. И там основные достопримечательности помечены. Попробуем по ним сейчас походить. А там видно будет. Еще у нас в планах посетить бассейн под открытым небом. Так что, вот, смотрите, будет интересно. Недалеко мы отошли. И тут вот уже памятник. Выдающийся башкирский композитор. У них еще интересно, так Уфан называется. Пишется такая буква О. Буква О, буква О. И просто палочки по-разному. И получается, как бы, Уфан на башкирском языке. Сейчас шли и поймал себя на мысли, что когда приезжаешь в новый город, ну, первый раз в жизни, когда вот приехал куда-нибудь. И выходишь первый раз из гостиницы и идешь на, так, пешую прогулку. И вот эмоция всегда такая, вот я заметил, что ловишь себя на мысли такой новизны. Ощущение радости внутренней такой вот. Чего-то там, как первый открыватель, что ли, не знаю, там что-то откроешь здесь сейчас что-то новое. Очень интересные мысли, конечно, такое чувство очень приятное внутри. Так что, выбирайтесь из дома, не сидите, не куклитесь. Ездите, путешествуйте. Идем в сторону речки. У нас сегодня театр вечером, поэтому мы сейчас, как бы, пойдем мимо театра, посмотрим, где он находится. И заодно, вот я как закутался, если так, и Натка тоже закуталась уже вообще. Ну, минус 22 на улице сейчас. То есть не жарко. Пришлось одеть все, что есть. Да, да, ну, как обычно. Мы-то думали, ну, градусы в 15 будет, поэтому максимум. Но тепло. Да, главное тепло. Ну, а тут парк что-то ни о чем какой-то, просто парк и парк. Летом-то отдыхает. Тут летом, да, летом здесь, конечно, красиво, зелено все. Ну, вот зимой. Ну, зимой тоже здесь свое очарование. Еще вот информация по заезду. У них гостиница, вот она. В нее заехать можно, ну, если кому-то будет интересно, он по машине поедет. То вот от Башкирской государственной медицинской университета, вот как на него ехать, можно выставить точку в любом старом навигаторе. Он есть, скорее всего, даже с необновленными картами. Потому что вот у меня, например, даже Google Maps онлайн не точно идентифицировал местность. Было тяжело найти. Вот, заезд, вот, можно заехать почти в любое место. Вот, например, вот здесь. И вот здесь взять талон, поднимется шлагбаум, заехать спокойно. И его потом уже в гостиницу сдать, и они как бы обнулят его, и спокойно выехать. Движемся в сторону. А вот здесь же есть указатели. Дом, музей, буфли, 250 метров. И художественный музей, не стерва, 400 метров. Но мы ищем памятник Салавату Илаеву. Вот так называется. И выход на набережную. У них очень красивая набережная. А сейчас вот мы идем в сторону телебашни и телевизионного центра. Ну, дошли вот уже в конец улицы Сака. Как-то Сака Ван Сетти или как? Надо, не помню. Ну да, в общем, название. Не тяжело еще пока произносить. Вот здесь такие красивые дома. Симпатичные, с таким национальным башкирским орнаментом. Конгресс-холл. Здание. И парк такой симпатичный, с высаженными елочками. И памятник, куда мы сейчас и направляемся. Вот такой вид шикарный открывается. Отель Hilton Garden Inn. Ну, я думал, или его забронировать, или holiday park. Но решил holiday, потому что он в центре. Здесь, конечно, вид. Вот так утром просыпаешься, из окна смотришь, и такие просторы башкирии. Но, с другой стороны, он далековато от всех других достопримечательностей. Такой панорам. Шикарно. Денек еще сегодня, хоть и морозит, но зато солнечно, непасмурно. Гулять одно удовольствие. Так, а мы пошли дальше к памятнику. Мы уже часа полтора, наверное, да? Да. Где-то так уже, часа полтора гуляем. И, ну, когда идешь, не холодно, нормально, терпимо. Вот так вот. Да, надо поизучать, что это за символ, что за человек, что означает. А прочитай, что написано. Национальному герою башкирского народа Салават Рылаеву памятник заружен в 67-м году. Скульптор Таласиев. Аксистер Таласиев. Понятно. Ой, какая красота. Все блестит. Снег такой падает. Спасибо. Просто, просто великолепно. Да, 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 да. Ну, очень красивый, такой монументальный памятник достойный. Высоковато. Высоковато? Ага. Да, страшновато. Ой, ничего себе. Мама родная. Какая у них красивая ухоженная набережная. Достойная, достойная. Да, место, конечно, очень-очень живописное. В Уфу надо ехать, обязательно сюда сходить. Такое, конечно. Ну, погоду лучше выбирать, такую же солнечную, чтобы было видно далеко. Да, тут, конечно, высота. Очень-очень живописно. Весь город как на ладони. Наташа тут тоже фотографирует. В натке селфи. Какие красивые сегодня снежинки на ветке падают. Вообще красота, конечно. Погода, нам очень повезло с погодой. Я, конечно, думал, что вот будет холодно, так было печально, что нехорошо так, ну, не погуляешь, замерзнешь, долго не получится. Ничего подобного. Закутались, как чукчи на севере. Ну, и шикарно, и гуляем, вообще не холодно. Еще плюс, когда двигаешься, нет такого ощущения холода. А, какая тут красота. Прям вот другого у меня слова нет. Через каждый раз красота, красота. Здесь, получается, можно ходить вот по тропкам. Вот туда, вот так потом вниз. А есть вот такой более короткий путь. По таким лесенкам. И сразу вниз туда. Ну, как тебе надо? Красиво? Как будто я в лесу. Да, да, в таком снежном... Ну, да, вообще-то это в лесу, как бы. Ну, да, он искусственно посаженный елочке, но это лес. О, как интересно мы. Холостыни. Ой. Да, как-то не очень приятно, если честно. Обалденно. Обалденно. О, как-то не очень приятно. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...